Ребята, привет! Тут по идее должно быть вступительное слово о том, как же круто правильно очистить зубы и как много разных штук предлагает нам рынок для того, чтобы наши зубы были здоровыми. Но должно не означает, что будет. Поэтому все предыстории в сторону, говорим о выборе ирригатора. Если коротко, то ирригатор – это прибор, который позволяет очистить те участки полости рта, с которыми плохо справляется обычная щетка. Речь о межзубных промежутках, десенных карманах, дальних зубах, языке, слизистой оболочке, а еще зубных имплантах, брекетах, коронках, винирах. Кстати, последним он еще повышает срок службы. В общем, думаю, вы уже поняли, эта штука вам точно нужна. Ирригаторы бывают трех видов – аккумуляторные, стационарные и насадки на кран. Давайте же посмотрим, в чем разница и какими преимуществами они обладают. Стационарные выглядят массивнее других, соответственно, и места требуют больше. Их можно поставить на раковину, если площадь позволяет, или повесить на стену. И вариант со стеной кажется логичнее, так как с раковиной можно нечаянно столкнуть прибор. Неоспоримым преимуществом такого вида ирригаторов является количество насадок, которые позволяют пользоваться прибором всем членам семьи. Чего не скажешь о портативных – они предназначены только для одного человека, да и по мощности уступают. Но зато их удобно брать с собой, место под них искать не нужно, так как питается такой ирригатор от батареек или аккумулятора и шума меньше. И третий вид – насадки ирригаторы на кран. Это самые простые ирригаторы, так как им не нужен ни свет, ни батарейки. А еще не нужно место для хранения и в комплектации гора насадок. Так что каждому члену семьи хватит. Единственное, что меня волнует, так это как мыть руки. Снимать что ли насадку постоянно? Непонятно. Когда с видами ирригатора разобрались, приступаем к следующему пункту – типу ирригатора. Самые простые – моноструйные. Они подают непрерывную струю воды, но считаются устаревшими. Уровнем выше – пульсирующие. Такие устройства наносят микроудар остаткам пищи и налету, а еще массажируют десна. И последний тип – самый современный – микропузырьковый. Его работа схожа на чистку зубов какой-то газировкой. Пузырьки лопаются и дают мощный пинок всем загрязнениям даже в труднодоступных местах. А еще такие ирригаторы умеют полировать зубы и защищать их от образования зубного камня. Следующий момент – насадки. Стационарные и насадки на кран, как правило, имеют от 4 сменных наконечников, а вот портативные – одну, в лучшем случае две. Но всегда можно докупить. Давайте смотреть. Для зубов и десен подойдет обычная насадка. Если для языка и щек, тогда следует обратить внимание на ложку. Нет, не на чайную и не на столовую, а на специальную для чистки полости рта. Она же поможет избавиться от неприятного запаха. Еще и щетка, которая отлично справляется с задачей очищения и полировки эмали. Если у вас брекеты или другие ортодонтические системы, тогда ищите насадку с аналогичным названием. Если нужен уход за деснами, тогда парадонтологическая. А вот для коронок, мостов и других конструкций смотрите насадку для имплантов. Еще встречается назальная насадка. Ну вы поняли, она не для полости рта. Берите во внимание то, какие насадки есть у конкретного прибора, чтобы потом не покупать новый ирригатор из-за отсутствия нужной насадки или не бегать в поисках той самой. Четвертый критерий, который не стоит обходить стороной – опция регулировки напора воды. Он напрямую влияет на здоровье десен. И здесь больше не значит лучше. Если у вас кровоточит десна и присутствует какое-то воспаление, то напор должен быть минимальным. А вот если с полостью все в порядке, можно врубать на максимум. Ну а максимум уже зависит от того, какой вид ирригатора у вас. У стационарных это 600-800 кПа, а у портативных – 600 кПа. Также обратите внимание на объем резервуара. На первый взгляд кажется, что этот критерий не особо-то и важен. Но нет, ребят. В случае с портативным его нужно держать в руке. А вот со стационарным важно, чтобы хватило не только вам, но и второй половинки, детям. В общем, по цифрам. Портативный – 120-300 мл. Стационарные встречаются с объемом до литра. Не лишним будет посмотреть и на то, сколько может работать ирригатор без зарядки и сколько он заряжается на случай, если вы остановились на портативной модели. А вообще, ирригатор ирригатором, но помните, это не замена щетки. Это скорее замена зубной нити, которой тоже нужно уметь правильно пользоваться. И дополнительный уход к зубной щетке. Если вы выбираете для ребенка, то выбирайте соответствующую, то бишь детскую. А что касается пользования, то пользоваться можно хоть каждый день, а можно три раза в неделю. Реже стоматологи не советуют.